44 миллиметра и 45 миллиметров что купить когда денег не на то не на то не хватает и как бы бы не охота а вроде бы ничего если бы у хочется в общем сегодня я хочу рассказать про опыт использования этих часов и вообще в целом про свои скорее всего даже впечатления они опыт использования потому что тут в принципе опыта никакого часы они в африке часы их покупают потому что они красивые и иногда может быть когда вы идете куда-нибудь далеко в магазин буксу и по снегу если ты зима либо там идя под дождем и без зонта вам приходится бежать часы вам потом говорят вы молодец вы сделали тренировку вы прям прям молодец было 7 килограмм твои никогда не уйдут но ты молодец впечатление об apple watch series 7 после apple watch series 5 насколько большая разница насколько это стоит своих денег и вообще стоит ли покупать всю эту хрень или нет погнали итак мое знакомство с apple watch началось с apple watch я не стал пускаться во все тяжкие покупать сразу же там третью серию вторую и так далее просто пошел и купил пятую серию до этого у меня были xiaomi mi band по моему первого или второго поколения где вот экранчика не было был просто собственно три точки и все они умели мерить пульс и считать шаги и хватало на 500 лет собственно вы то есть покупали вот этот вот браслет заряжали его и потом выходил новый и разумеется после того когда вы пользуетесь такими устройствами для вас вообще странно что блин нахрен эти часы нужны их надо заряжать раз там дай бог в два дня то и каждый день а если вы занимаетесь спортом но это конечно не про меня не про моего друга двойного подбородка если вы занимаетесь в зале а я ходил полтора года в зал до был такие были такие времена наверное может быть когда-нибудь стоит повторить тем более у меня есть часы и соответственно наверное надо все таки думать но сегодня об этом не хочу превращаться в стаса и как просто который сказал я я купил гармин часы себе и вот я сейчас буду ходить на бокс в зал у меня правильное питание я блогер я дойду до конца целый год он занимался так в итоге нихрена видео не выпустил какое-никакое хотя на самом деле я просто помню когда я был на него подписан смотрел его год наверное ну были прикольные ролики у него потом конечно чет все произошло как-то вот все не так разосрался со всеми но при этом он как техна блогер очень сильно топил за часы гармин у меня они тоже были гармин феникс у меня были 5s потому что они маленькие по размеру они меньше и они такие громоздкие не скажу что у меня прям большой парк но я одно время угорал по часам кстати спустя наверное года три эти часы сели вот эти casio смотрите совершенно черный экран и внутри него в подложке он используется ну этот экран как солнечной батареи еще и прикол этих часов это pro track по моему если не ошибаюсь да присмотреться про трек будет когда еще работал инженером технологом с лазерным оборудованием с лазерной резкой в общем были у меня времена я вот эти часы носил и доставили они мне много удовольствия все позбивал в них пошибал в общем очень живучие кстати пожалуй положу на подоконник пусть они зарядятся вот эти часы я ни разу батарейку не меняла говорят что от пяти до семи лет может быть и 10 лет они проработают у них гарантийный срок потому что опять же вот солнечная батарея классные часы но хотелось большего то есть я в них ходил потом ездили мы до коронавируса кстати вот тоже остановились у меня все часы стали вот опять же вот такие вот casio прикольные часы очень я одно время фанател мне обязательно нужно было чтобы были вот эти маленькие дисплейчики на одном чтобы показывался день недели потом было число в них ходил какое-то время были у меня еще одни тоже часы casio мне вообще в принципе фирма casio очень нравится кто-то угорает по какой-то классике кто-то угорает по дорогим роликсом роликса я вообще не понимаю особенно вот эти вот в алмазах в бриллиантах во всей этой фигне и потом наступила у меня эра супер высокотехнологичных часов для спорта я посмотрел ну интернет как и все и там во всеуслышание все говорили гармин смотрите какие они классные у них там все они могут работают долго супер технологичный дисплей все тренировки отслеживают вся вот эта вот фигня да я думал сова я купил вот эти часы и ну как бы не особо долго у меня все это длилось все это вот все это удовольствие плавание эти часы совершенно всрато считали шаги тоже кое-как из под подвы подвертая тоже там кое-как все это считалось про альтметр хваленый который показывал высоту там он тоже постоянно чудил мумил в общем когда вы включаете режим похода где записывается вся эта фигня часы высаживаются хотя не работают по моему дней шесть в отличие от apple watch часы высаживаются просто там за несколько часов просто они умирают не знаю возможно они считали слишком много информации и соседей и соседних людей из автомобилей сравнивали снимали диагностику и погодные условия и голубей там сердцебиение считали может быть из-за этого они и садятся так быстро кармин вообще никогда не покупайте просто говнище полное я не понимаю почему столько денег просят топовая версия фениксов с сапфировым стеклом стоило по моему 60 тысяч рублей у меня примерно такие были только как бы не вот вот с этой вот памятью непонятные такие более аккуратные часы прикольные но все считает очень плохо в зале если вы занимаетесь там штангу жмете еще что-то у вас там стоит выбираете тренировку все установлено ничего не считают и бежите на беговой дорожке да правильно вот кошка чихнула не зря берете выбирайте эллипс или беговую дорожку есть аэробная и анаэробная нагрузка когда у меня там пульс уже 130 140 получается так что часы такие а вы как бы еще не занимались вы не тренируетесь ты там уже бутылку воды выпила они как бы давай до свидания я ничего не посчитал не знаю и ты такой смотришь в конце тренировки у тебя там типа 300 килокалорий сгорело а часы говорят блин ты чё сидишь на лавке и как бы весь гармин в этом в итоге я эти часы продал и появился вот этот стас ай как просто который начал во всю форсить эту тему я тихо ржал сидел над этим над этим делом я купил apple watch я думаю ну не зря же все-таки ну блин продукция apple она неплохая и это же классно часы с экраном которые работают с вашим телефоном а тогда у меня был 10 iphone потом я они соединяются с телефоном и это здорово почему бы и нет можно снимать всякие показания всякую вот эту вот фигню записывать и смотреть иногда типа вот я молодец я сегодня прошел там десять тысяч шагов плюс часы периодически как оказалось в дальнейшем дают очень много плюшек в итоге я купил пятую серию вот она как к коробочка 44 миллиметра space grey алюминиум кейс куча ремешков которые кстати сбегая вперед к слову вообще нет смысла покупать оригиналы единственное что я докупил к этим часам это дополнительную зарядку для того чтобы в путешествиях ее брать с собой потому что основную зарядку я просто аккуратненько на герметик приклеил в назначенное место в назначенное время для меня было большим удивлением насколько они точно считают ходьбу они автоматически включают вот эти вот все тренировки если вы плаваете они считают либо это бассейн либо это открытая вода то есть они понимают как ты плывешь по круги делаешь то есть туда-сюда плаваешь в бассейне либо ты просто плаваешь подталкивают на тренировки то есть очень много всяких фишек которые гармин и другие вообще любые часы они не могут просто делать надо есть как бы самсунговские часы но как показывает практика у моего знакомого у которого самые последние самсунговские часы я ему дал сначала пятую версию потом божечки какой экран посмотрите это же это же просто просто пушка просто посмотрите насколько он просто безрамочный несмотря на то что он он очень сильно привередливый он сказал да в плавности здесь как бы никто вообще рядом даже не стоит это действительно действительно так часы очень плавные очень прикольные и возникает вопрос что же купить пятые часы шестые или седьмые шестые мы не берем потому что по факту шестые это уже такие же как пятые устаревшие часы и если уже менять часы с пятой серии если они у вас есть то конечно же на седьмую если у вас уже есть часы шестой серии то при наличии свободных лишних денег да может быть есть смысл поменять на седьмые а если вы уверенный пользователь авито и как бы на бу товары ничего не имеете против то конечно имеет смысл присмотреться к седьмой серии потому что сейчас можно купить седьмые за даже 30 тысяч рублей но в основном продают за 33 новый стоит 40 я про 45 миллиметров и по факту на самом деле что пятые что седьмые и те и те часы хорошие другое дело что если вам действительно нужен экранчик чтобы он постоянно светился вам нужно выпендриваться перед вашими друзьями вы хотите быть в тренде вам нравится вот это вот торчащее стекло выпуклое и практически безрамочный дисплей то конечно покупайте только седьмую серию и желательно 45 миллиметров потому что это действительно прям вау-эффект по мне так шестую серию вот те кто купили конечно они немножечко прогадали надо было чуть-чуть подождать и когда вышел седьмая это прям действительно доработанные по такой же причине я не меняю свой iphone 12 pro max на 13 pro max потому что я не вижу смысла в этом 13 прикольный да есть макросъемка да есть киноэффект и вот эти вот все плюшки но по факту этот телефон еще сырой то есть нужно дождаться 14 или какой там будет модель как они назовут и тогда действительно вот 12 pro max это пятая серия и 14 iphone это седьмая серия если надумаете брать седьмой серии обязательно берите nike edition она отличается вот только черной коробкой на них вот написано это вам даст дополнительные циферблаты да это тупо я понимаю со стороны там андроидов и прочих вот пользователей других осей это странно типа да вот блин дисплейчик дают офигеть вот вы за него готовы переплатить часы стоят одинаково просто в nike версии есть ремешок в дырочку опять же есть такой прикол те кто боятся дырочек это конечно за ту же сумму вы в итоге получаете часы с дополнительным циферблатом и дополнительные вот интересный ремешок хотя те кто боятся дырочек есть такая болезнь они меня не поймут там что ремешок весь в дырку вот я его какое-то время носил и мне что-то он не очень понравился потому что но выглядит он так себе если у вас есть шестая версия мое мнение что смысла обновляться особого нет на седьмую но если уж прям хочется то конечно есть вообще в принципе хочется очень сильно то конечно обновляйтесь на седьмую или покупайте с нуля но с другой стороны и пятая версия она ничем не хуже это прекрасные часы также работают может быть даже и дольше единственное кстати забыл самое главное сказать эта зарядка на седьмой версии очень быстрая зарядка то есть они полностью с нуля до 100 процентов заряжается я использую ган зарядку для всех своих устройств опять же ролик есть на канале есть в описании ссылка на саму ган зарядку 100 ваттную она очень быстро заряжает что iphone что часы часы за 40 минут примерно заряжаются полностью это очень быстро то есть вы грубо говоря пришли вечером после зала они у вас подсели или после пробежки или еще там что-то я не знаю в общем закинули из них на зарядку пошли в душ там пока то да все тыры пыры растопыры все одели часы легли спать у вас полный заряд все спокойно также добавлен датчик измерения кислорода в крови на данный момент это очень актуальная штука сами знаете болезнь не дремлет сами знаете какая и они меряют кислород и это тоже есть своя фишка но опять же это только в седьмой серии двое часов пятая версия отличается внешне она конечно там прилично здесь у нас под динамики два выреза здесь уже один вырез седьмая версия она потолще сзади немножечко по-другому все выглядит но опять же тут это все вкусовщина спасибо что посмотрели это видео надеюсь я внес какие-то корректировки какие-то полезные советы дал но конечно вряд ли это что-то изменит если вы уже решили покупать там седьмую версию или считаете что apple watch это такое себе то вас уже конечно же не переубедить я же записал ролик просто поделился своими впечатлениями ставьте лайки подписывайтесь на социальные сети не забывайте про другие подписки оформлять карту тиньков и конечно же использовать пользоваться лучшей музыкой epidemic sound это лучшие треки в интернете для ваших видео без авторских прав а я пожалуй пока упакую пятую версию отвяжу от аккаунтов и выставлю все это дело на авито